Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем живет Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер, главная тема выпуска. И ее вылечат. Больница имени Симашко пообещали большой ремонт. Сцена неограниченных возможностей. Инклюзивный театр дал возможность солнечным детям раскрыть таланты. Джазовые импровизации на народных инструментах. Уникальный оркестр из Башкирии выступил в Самаре. Попытка кражи черного золота провалилась. Семеро мужчин, подозреваемых в организации нефтеврезки, задержали оперативники. По предварительной версии, злоумышленники изготовили отвод в недействующую трубу, заглушенную с двух сторон. Она использовалась как резервуар для хранения похищенного. Точное место расположения нефти врезки в интересах следствия пока не разглашают. Врезка сделана в нефтепровод промысловый, по которому идет нефтесодержащая жидкость с места добычи до места транспортировки. К нефтепроводу приварен кран и от него шел отвод в сторону недействующей трубы, этой же нефтедобывающей компании. И эта же труба использовалась злоумышленниками для хранения похищенного. Объем изъятых нефтепродуктов составил 40 тонн, причиненный ущерб почти полмиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Двое из подозреваемых, предполагаемые организаторы, заключены под арест. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Максимальное наказание предусматривает до 6 лет лишения свободы. Здание реального училища в Самаре, возможно, подожгли умышленно. Такую возможность не исключают эксперты, которые занимаются расследованием происшествия. Напомню, пожар в здании начался на третьем этаже в третьем часу дня в пятницу. Огнем охватила площадь в 500 квадратных метров. Чтобы потушить пламя, пожарным пришлось вскрывать крышу и полностью проливать помещение водой. Здание реального училища знаковое для Самары. Здесь учились выдающиеся ученые-литераторы. Именно в нем было объявлено о создании Самарской губернии. В этом году памятник архитектуры перешел в собственность городской администрации. Здание планировалось отремонтировать и открыть в нем школу. Теперь помещение нужно заново обследовать, чтобы оценить ущерб. Мы определили смету. И в течение двух лет я готов был это здание восстановить. Сейчас по итогам пожара будет посчитан ущерб. Конечно, смета, видимо, у нас удорожает. И это ставит в некую такую неопределенность дальнейшее открытие школы на базе реального училища в ближайшие два года. Но еще раз хочу сказать, посчитаем ущерб, посмотрим, сколько нужно денег. И после этого будет принято окончательное решение. Глава города поручил районным администрациям особое внимание обратить на заброшенные здания. Объекты, которые являются памятниками архитектуры, взять под охрану. Кадровые изменения в Самарской мэрии. На еженедельном совещании глава города Олег Фурсов представил нового руководителя управления гражданской защиты. Им стал Игорь Дахно. Ранее он возглавлял управление Федеральной миграционной службы по Самарской области. Департамент физической культуры города возглавил Виктор Анисатов. Он имеет опыт работы на муниципальной службе. Ранее занимал должность начальника управления по физической культуре администрации города Новокуйбышевск. В значительную часть вопросов, которые мы решаем, вы возьмете под свое непосредственно управление и решение. Поэтому желаем эффективной работы, творческой работы, креативной, оперативной, чтобы все нормально у нас складывалось. Вылечить клинику одной из старейших медицинских учреждений города, больницы имени Симашко в этом году исполнится 75, требует внимания со стороны властей и, конечно, финансовых вливаний. В ремонте нуждаются практически все корпуса и отделения. Во время рабочего визита губернатор Николай Меркушкин сообщил, что до конца текущего года решено выделить порядка 60 миллионов рублей на приведение в порядок хирургического корпуса. Марьяна Мирная знает подробности. С 1942 года в больнице имени Симашко серьезного ремонта не было. Крыша протекала, стены облупились, фасад стал непригляден. В прошлом году на выделенное из областного бюджета средство удалось отремонтировать сердце хирургического корпуса операционный блок на третьем этаже. Губернатор Николай Меркушкин высоко оценил проделанную работу, но и указал на небольшие недочеты. Если мы сегодня делаем так, который не включает сегодняшние требования, не совсем не привыкли, или еще что-то. Но надо сделать так. Николай Меркушкин говорит, что сейчас металлические прижимают металл. Вот как у вас металл где-то объявляет. Вот такой металл сейчас. Раньше, если делали порожие, то гнули сюда. Это всегда чуть-чуть сложнее, да? Технологически сложнее. Проще. Металл не оживее. А полы за металл. А металл вдавливается сюда, и попадание туда грязи в итоге микробов практически... Если что-то попадает, когда проходит она с этим... с септиком, да? Да, с септиком. Все, убирай. А в данном случае, под нее попал, она не уберет. Недостатки обещали исправить в кратчайшие сроки, ведь уже через пару недель в оперблоке возобновятся операции. Ремонта также требуют операционные второго этажа. Приводить в порядок нужно отделение реабилитации, роддома, территорию всего медучреждения. Ведь ежегодно больница принимает больше 80 тысяч пациентов. Самое главное, как я понял, Николай Иванович, он дал мне команду подготовить срочно, выполнить проектные работы. И, в общем-то, наверное, будут выделяться какие-то деньги из бюджета для того, чтобы вот все, что вы сейчас видите, привести в нормальный, соответствующий вид. Планы действительно грандиозны. На дальнейший ремонт больницы привлекли инвестиции почти 80 миллионов рублей. На эти деньги будет отремонтирован первый этаж хирургического корпуса и закуплено медицинское оборудование. Кредит перед частным бизнесом рассчитан на 29 лет. Мариана Мирная, Сергей Баскин, События. В Самаре устроили праздник для солнечных детей, так называют детей, синдром Дауна. Это наиболее часто выявляемая генная патология. Она не зависит от страны, качества жизни и здоровья родителей. По данным ООН, каждый год рождаются от трех до пяти тысяч детей с таким диагнозом. В Самаре праздник для таких семей устроил инклюзивный театр без границ. Репортаж Валерии Макаровой. За синтезатором Александра Гурова, девочка с синдромом Дауна. Она открывает концерт и своим примером показывает, солнечные дети могут многое. Когда смотришь на сцену и видишь, как люди выступают, как дети стараются, и хочется, чтобы и другие как-то люди к этому тянулись, я думаю, что это их вдохновляет для того, чтобы работать над своими детьми, над их развитием. Этот праздник для солнечных детей и их родителей в Самаре проходит уже пятый год. В этот раз его устраивает инклюзивный театр без границ. Инклюзивный значит, что в создании спектакля участвуют здоровые дети и взрослые, и их сверстники с ограниченными возможностями здоровья. Театр существует в Самаре два года и уже побеждал в нескольких конкурсах, но гордятся здесь нерегалиями. Даже я как педагог вижу, насколько дети стали развиты и открыты для общества. То есть, если они пришли ко мне замкнутыми и не знали, как себя показать, то сейчас они стали более лояльно относиться к обществу и общество к ним. Сегодня показывают отрывок из спектакля «Планета цветов». Он о том, что солнечные дети открыты для мира и готовы цвести. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События. Импровизация на народных инструментах, авторские новеллы и классический джазовый формат. В Самаре выступил оркестр Башкирской государственной филармонии. Это уникальный коллектив, который сочетает восточный народный эпос и джазовые ритмы. В том, что Курай и Кубыс, они тоже из джаза, убедился и Олег Зверев. Джазовые импровизации звучат на башкирской народной флейте. Курай в руках мастера способен воспроизвести самые разные мелодии. Это уникальный синтез, восточный эпос и классические джазовые ритмы. Впервые такую музыку исполняет эстрадно-джазовый оркестр Башкирской государственной филармонии. Они выступали на саммитах и лучших сценах мира. И вот творчество джаз-бенда под управлением Алины Касимова оценила самарская публика. Курай является в мире одним из самых сложных инструментов, так как это просто полая трубочка, внутри ничего нет, муштука нет. И все народности, все люди удивляются тому, как можно на этом просто полой трубке извлекать интересные звуки. Свой авторский проект заслуженный артист России назвал «Джазовые байки». Это серия небольших новелл. В подаче музыкантов башкирская народная культура органично вплетается в джазовый формат. И благодаря высочайшему мастерству исполнителей они узнали на разных континентах. Воссоздать, может быть, ту или иную атмосферу, тот или иной музыкальный пласт, и в итоге получился такой микс, который, я думаю, что зрители не заставят скучать, потому что много разной музыки, много вокальной музыки, много инструментальной, и все это, к тому же, новое и достаточно интересное. Хотя всегда будет казаться, что где-то мы это уже слышали. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Далее, коротко о других событиях дня. В Самаре стартовали публичные слушания по вопросу застройки города. На территории Самарского хлебозавода номер 9 предлагают построить новый торговый центр. Он займет территорию площадью почти 22 тысячи квадратных метров. Высказать свое мнение относительно планов застройщика горожане могут в департаменте градостроительства Самары на улице Галактионовской, 132. Отзывы будут принимать до 12 апреля включительно в кабинете номер 416, а также в электронном виде. Угнал на буксире. Полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля Hyundai Solaris. Преступление произошло рядом с домом на улице Арцебушевская. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, установленные в районе, и быстро вышли на предполагаемого похитителя. Им оказался 30-летний житель Самары. По версии полицейских, он прицепил иномарку тросом к внедорожнику и отогнал ее вместо отстоя. Подозреваемый признался, что собирался продать похищенный автомобиль на запчасти. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. В сети появилось свежее видео со строительства развязки на московском шоссе и проспекте Кирова. В ролике видно, что сейчас работы ведутся главным образом на подъезде к тоннелю со стороны улицы Губанова. По состоянию на начало марта готовность развязки оценивается в 75%. Как уверяют подрядчики, самые сложные работы на этом участке московского шоссе уже завершены. По щучьему веленью, крупный улов ожидал самарца Андрея Каштанова в выходные. В районе села Ширяево он смог поймать рекордную для местных широт щуку весом 13 килограммов 650 граммов. Бабушку, как называют таких рыбин сами рыбаки, спасти не удалось. Она слишком глубоко заглотила наживку. Подцепить великаншу удалось на глубине 7-8 метров на самом русле Волги. Вываживали ее из воды около 15 минут. В субботу 25 марта в Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков для текущего времени года. Как сообщают в Приворском УГМС, за день выпало 17,6 миллиметров осадков, что почти до 5 миллиметров больше предыдущего рекорда, установленного в 1989 году. Награда из рук олимпийского чемпиона Тагир Хайбулаев вручил самарским волонтерам благодарственные письма. Их получили около полусотни человек, те, кто готовится помогать в организации чемпионата мира по футболу. Акция «Благодарить» проходит в регионе более 10 лет. В этот день чествует лучших добровольцев области. В этом году награды получили около 2000 человек. С активистами пообщалась и Алина Чемерис. Встреча начинается с товарищеского матча. Состязание символическое. Олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев играет в настольный футбол с активистами волонтерского центра. На акции «Благодарить» знаменитый спортсмен и посол чемпионата мира. Сначала беседует с теми, от кого зависит успех Самары на матчах FIFA. Затем вручает активистам награды. Приезжаю сюда, спортсмены, гости знакомятся в первую очередь с волонтерами, которые помогают в дальнейшем узнать лучший наш город, чемпионат. Поэтому приятно награждать отличившихся. Я думаю, все они будут стараться, чтобы всем понравился чемпионат мира именно в Самаре. Мы стартовали 16 сентября 2016 года, но за это время у нас прошло уже очень много событий разных. Поэтому мы хотим благодарить тех, кто прожил с нами этот период и как-то активно себя проявил в совершенно различных формах. Помогал при организации, был медиа-волонтером, выступал в качестве рекрутера и проводил эти собеседования. Акция «Благодарить» проводится в регионе уже 11 лет. В этот день награждают волонтеров со всех уголков губернии. Сегодня грамоты получили в том числе около полусотни активистов из Центра подготовки чемпионата мира по футболу. До чемпионата мира еще остается больше года, но мы уже сейчас можем получать практику, опыт, который пригодится нам на самом чемпионате и в дальнейшем. Стать волонтерами на чемпионате мира по футболу в Самаре пожелали 5,5 тысяч человек. Срок подачи заявок уже истек. Подходит к концу и этап собеседования. Список с именами счастливчиков, которым предстоит участвовать в проведении чемпионата, сформируют в сентябре. А в октябре волонтеры начнут проходить обучение. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовят материалы к следующим эфирам. Борьба с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью Росгвардия отмечает первый день рождения. Два часа неопоздания. На досрочном этапе сдачи ЕГЭ заработали новые правила. Все тайны мельпомены или там, где не ступала нога зрителя. В Международный день театра наш корреспондент заглянул за кулисы оперного. Внимание телезрителей! С 23 марта наш телеканал вещает в сети Дом.ру в цифре на 22-й кнопке, а в аналоге на 24-й. Наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин